МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». Сегодня поговорим о работе Муниципального совета столицы. Сформированное техническое большинство, судя по всему, готовы и дальше работать на пользу горожан. Тем не менее, новости и столичные премарии продолжают держать в напряжении кишиневцев и нас, журналистов. У нас в студии муниципальный советник от партии социалистов Станислава Вартаняна и секретарь фракции ПСРА Виталий Мукан. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер! Буквально накануне прошло заседание Муниципального совета. Завершили одно заседание. Приступите к формированию повестки дня работы другого заседания Муниципального совета. Тем не менее, какие важные решения для кишиневцев удалось провести через обсуждение с вашими коллегами в ходе заседания? Если можно, я отвечу. Единственная ремарочка. Мы не закрыли заседание. Продолжение заседания намечено на 26 число на среду. Осталось несколько вопросов из повестки дня. Но, однако, были приняты очень важные решения, поддержанные большинством. Одно из решений – это проект постановления по зеленому хозяйству. Все мы знаем, это регламент зеленого хозяйства, зеленых насаждений в муниципе Кишинева. Этот проект был проработан совместно с гражданским обществом. Наша комиссия ЖКХ, наши советники были как авторами этого проекта. И этот проект, можно сказать, выстрадали. И, наконец-то, все-таки его приняли. И теперь мы надеемся, что ситуация в зеленых насаждениях города Кишинева изменится в лучшую сторону. Если буквально ненадолго застрить внимание именно на этом моменте. А в чем отличие от прежнего регламента работы? Значит, прежний регламент, как такого, не было. Либо он был принят очень давно, и он не работал. Во-вторых, сейчас мы, сколько могли, определили зоны красной линии зеленых насаждений. То есть, уже определили какие-то границы парков, которые теперь можно будет изменить только решением совета. И все-таки наша задача сохранить зеленые парки и зеленые насаждения, оставить что-то нашим детям. То есть, можно сказать, что остановили экспансию бензаправок на наши парки и скверы? На сегодняшний день, да. Я думаю, что они будут искать какие-то другие пути. Но на сегодняшний день, в любом случае, есть какой-то документ, который, конечно, можно улучшать. Но базовый документ есть, который уже действительный, который подписан. Второе, тоже немаловажное, предложенное нашими коллегами партии коммунистов. Василий Киртока предложил проект, и мы поддержали. И был принят по ограничениям в строительстве. Значит, на детских площадках, во дворах созданы дополнительные барьеры для выдачи документации, для того, чтобы не строились на детских площадках и во дворах. И третий, тоже немаловажный, проект был принят по ночному транспорту. Значит, год назад мы к нам в комиссию обратились, обратилось гражданское общество, обратилась общественная организация с просьбой помочь в запуске проекта по ночному транспорту. В связи с тем, что молодежь гуляет допоздна, есть люди, которые работают, очень много людей, которые работают допоздна, им не на чем добираться до дому. И мы совместно с примарией, совместно с управлением электротранспорта запустили пилотный проект по ночному транспорту. Сейчас мы его узаконили решением совета и с 1 августа уже на постоянной основе будет работать ночной транспорт до часу ночи. Опять же, этот проект прошел и публичные слушания, и все законы по транспарентности. Значит, что я хочу отметить, что примария настаивала, ну, предложила тариф 6 лей. Значит, мы были категорически против, мы считаем, что наша позиция всегда была одинаковой, что общественный транспорт, это должно быть для общественности, а не для того, чтобы кто-то делал бизнес или зарабатывал на это. Тариф остался тоже. Да, тариф остался 2 лея, значит, пока это 2 маршрута, которые, но впоследствии, я думаю, что мы придем с каким-то изменением, будем дорабатывать это все. Хорошо. Ну, я хотел бы добавить, кстати, что ночной общественный транспорт и вообще круглосуточный общественный транспорт, насколько я помню, и оно так и было, он был вообще в программе, в избирательной программе Зелина Трояна Гречана, когда она шла на мэра города. Поэтому хорошо, что общественники подняли этот вопрос, собирали подписи, но, тем не менее, этот вопрос как бы был и на повестке дня нашей фракции, и мы в любом случае к нему подходили бы. Понятно. Вот вопрос опять же к вам. В целом, для зрительской аудитории, для тех, кто наблюдает за работой Муниципального совета, складывается впечатление, что сформировалось такое ядро, или, может быть, как принято говорить, техническое большинство, которое начинает работать, или, во всяком случае, искать общие точки соприкосновения для решения вопросов, направленные для улучшения жизни кишеневцев. Это вот насколько оно верно, это наблюдение? Ну, с одной стороны, это так, с другой стороны, это не совсем так. Я скажу так. Дело в том, что мы в любом случае, все фракции, которые сейчас работают, вот, на этом заседании было 26 советников, как раз столько, сколько нужно для большинства. Они представляют разные идеологические платформы, и в любом случае, по многим вопросам, у нас как бы диаметрально противоположные мнения. Тем не менее, как мы многократно говорили, и мой коллега подтвердит, мы за два с половиной года работы в Муниципальном совете практически ни одного раза не поднимали каких-либо политических вопросов. И мы призывали наших коллег по Муниципальному совету заниматься, в первую очередь, городскими вопросами. Сегодня, на сегодняшний день, действительно, хорошо, что последние несколько заседаний действительно проходят довольно-таки плодотворно. Вы видели, что нету привычных перепалок и крика, оров, которые были в многих заседаниях. И практически мы работаем в более-менее рабочем режиме. Понятно, что там нету целой фракции либералов, но как бы мы привыкли работать без них, потому что они обычно приходили только на, когда нужно было деребанить землю. Поэтому вот вчерашнее заседание, оно было типичным примером, как в принципе должен был бы работать муниципалитет, муниципальный совет. Вопросы, которые касаются всех, вопросы, которые выдвигаются всеми фракциями. То есть вчерашние вопросы в той или иной степени были выданы разными фракциями. Не было такого, чтобы только наши вопросы были или проекты других фракций. И абсолютно нормально, в нормальном коллегиальном тоне, даже с какой-то критикой, кто-то предлагал дополнение, амендаменты, кто-то их отвергал, аргументируя, без никаких криков, все нормально проходило и все принималось. Поэтому я бы не называл это техническим большинством, потому что, к сожалению, наша политика это такое дело, как никак муниципальный совет, это все-таки и политический орган. И мы не знаем, что нас ожидает через месяц, два-три. Однако, с точки зрения того, насколько дела в мэрии, дела в примарии, то, до какого состояния Данин Киртуако довел наш город, здесь как бы уже все в едином порыве понимают, что нужно что-то менять и как можно быстрее. И слава богу, что процесс референдума, я думаю, мы еще коснемся, он идет, и мы все ближе и ближе к нему приближаемся. Но в то же время мы не можем ждать, есть неотложные решения, и мы собираемся и работать. Беда объединяет, видимо, такой момент. Но, как нам известно, генеральный примар находится под следствием, под арестом, отстранен от исполнения своих обязанностей. Сейчас его замещает вице-мэр, мистер Грозава. Тем не менее, складывается впечатление, что он продолжает продавливать на должности своих людей, своих коллег по либеральной партии, Михаил Молдавану, Валерия Монтиана. Вот каковы шансы, что они получат те посты, которые им, так сказать, прочит столичный мэр? Какова позиция фракции партии социалистов в муниципальном совете по вопросу назначения вице-примара в целом? Кто и когда, как должен занять вот эти посты, на ваш взгляд? Ну, смотрите, что касается, кого он продвигает. Я думаю, бытует мнение, и все понимают, и неоднократно говорили журналисты и советники, что, по большому счету, Киртуак даже здесь не играет никакой роли. Это Михаил Гимпу, это люди-ставленники Михаил Гимпу, ближайшие люди, те, которые остались ему преданными, Монтиану и Молдавану. Использует Дарина Киртуака, знаете, как в этом, как говорят, полезного идиота, что даже находясь под домашним арестом, как бы Гимпу позволяет его использовать вот в таком нелицеприятном виде. Почему? Потому что и за господину Молдавану тянется шлейф очень большого количества сомнительных действий вокруг муниципальных поликлиники больниц, вокруг земли. Мы помним, к примеру, на Рыжкановке, рядом с муниципальной больницей, третьей больницей, какой огромнейший бизнес-центр построился господин Дырды. То есть это люди Гимпу. То есть все мы понимаем, кому нужен Молдавану и Монтиану на постах. И более того, понятно, что для Гимпу и где-то для Киртуака эти два человека на постах вице-примаров, это своеобразные рычаги, которые они пытаются удержать, понимая, что Киртуака постепенно уходит в прошлое. Причем и в политическое прошлое, и, возможно, он сядет за решетку. Что касается позиций фракции, очевидно, что мы неоднократно говорили, что такие посты должны заниматься, во-первых, по конкурсу, во-вторых, с согласованием со всеми фракциями, и, в-третьих, ни в коем случае не по партийным принципам, и тем более не с такими людьми, которые с ЯС компрометировали. И более того, мы считаем, что, собственно говоря, в такой ситуации, в которой находится примар сегодня, мэр Дырин Киртуака, он не только не имеет права ни морального, хотя юридически он еще имеет права, но морального права, и как любой политик, он не имеет права вообще не только, не то чтобы предлагать назначать кого-то, а в целом вообще находиться на этой должности. В любом нормальном европейском государстве, к которому он стремится, человек, который находится под следствием, он давно бы уже сложил себя полномочия, чтобы город проложил работать, чтобы происходили процессы. Мы помним, как он себя повел после трагедии Ла-Суакра, то есть мы понимаем, что от этого человека ждать нечего, поэтому абсолютно позиция ясна, что мы никоим образом не будем поддерживать и сделаем все возможное, чтобы это не произошло. Понятно, что мы получили письмо, Иоанн Чабан, глава фракции, опубликовал письмо Киртуака, он попытался провести эти две кандидатуры через муниципальный совет, через заседание. Очевидно, что эти его вопросы не попали в повестку дня, заседание, которое мы созывали 17 советников и в принципе поддержали все фракции, кроме либеральной партии. И теперь он решил напрямую выслать нам письмо, ссылаясь на закон, который ГИМПу продавил в прошлом году через парламентское большинство, намекая на то, что если два раза он нам предложит эти кандидатуры, то он возьмет их и назначит их самовольно. Ну, я скажу так, я думаю, мы об этом еще поговорим. Осталось совсем немного ждать. С одной стороны, суд должен до конца недели, до начала следующей недели уже окончательно высказаться по поводу собранных подписей и в принципе уже начать процедуру, когда назначение даты референдума через ЦИК, через муниципальный совет. И с другой стороны, я так понимаю, что по словам адвокатов и прокурора, что дело Киртуака в ближайшее время, в ближайшие дни, недели, полторы, две, может уже попасть в суд. Поэтому мы стремимся на всех парах, то есть к какой-то логической развязке. И поэтому мы понимаем, почему он так хочет быстро продвинуть ГИМПу. И Киртуака хотят быстро попытаться удержаться за власть в городе через назначение этих людей. Но я думаю, что у них ничего не получится. Ну, есть какой-то определенный юридический нонсенс. Человек находится под следствием, тем не менее, он не сложил в себя полномочия. И вот трактовать это можно по-разному, оценку юридическую тоже можно давать довольно разную. Но мне кажется, что с чистой человеческой точки зрения, любое влияние человека, которого подозревают в коррупционных деяниях, в превышении полномочий и так далее, должно пресекаться. Не должно быть, наверное, никаких поползновений для того, чтобы дальше пытаться влиять на ситуацию, в которую ты уже довел до критической. Но, тем не менее, смотрите, удалось оспорить процедуру избрания в секретаря муниципального совета господин Киртуака. Да, я вот по этому вопросу не то, что удалось. Идут такие слухи. Опять же, мы юридически не получали никаких доказательств. Ходят слухи, что Киртуака протестовывает, либо хочет протестовать назначение секретаря совета. Но мы, назначение секретаря совета, были представители госканцелярии, которые нас заверили, что все это законно, и не имеют никакого юридического права протестовывать назначение секретаря. Они там цепляются за какие-то, то есть пытаются найти какие-то уловки, что, чтобы не назначить, закон обязывает, как по закону примар должен подписать назначение, перевод секретаря с той должности, на которой он находился, в новую должность. Они будут тянуть, то есть, чтобы правильно поняли телезрители. Исполняющий обязанности может подписать этот документ? Или должен быть подпись только Киртуака? Нет. То есть, исполняющий обязанности мы пробовали, мы спрашивали на заседании бюро, может ли он подписать это. Он утверждает, что не может. На самом деле, не знаю, какая там... Но, что было понятно всем. Проблема с мусором, проблема сейчас с назначением секретаря, другие проблемы, которые начальники управления блокируют деятельность примарии. Сейчас примар, сидя дома и подписывая все документы финансовые, то есть управляя примарии, блокирует любыми способами, чтобы жителям Кишинева стало намного хуже жить, и чтобы они почувствовали, что без него этот город как бы... Но на самом деле, единственные, кто сейчас управляет городом, это примар. Через начальников управления, которые запуганы сейчас, потому что в любой момент он может подписать диспозиции об увольнении любого из начальников, подписывая финансовые документы, то есть любые перечисления, любые расчеты, те же самые зарплаты управлением, все это подписывает примар. То есть начальник управления и примария зависят от примара. То есть, чтобы подытожить то, что сказал Виталий, и вот сказать простым языком, именно о чем это говорит? Это говорит о том, что люди должны понимать, наши зрители, что референдум, он актуален сейчас еще больше, чем до того, как его примара... Да, анонсировали и примара задержали. Почему? Потому что сейчас ситуация вообще абсурдная. Примар под арестом, под следствием, но его формально нельзя уволить, кроме как через референдум, или если он сам подозвать ставку. Пока мы его не увольняем, мы не можем назначить новые выборы, чтобы нормально принять ситуацию в городе и принять, в принципе, нормально все менять. Начать все менять, в том числе и на уровне глав и муниципальных предприятий, глав управления примарий. Это сотни людей, которые под контролем лично примару и которые бойкотируют многие решения, которые принимает муниципальный совет. То есть это вот такой клубок, и вот люди должны понимать, что как только мы назначим дату референдума, мы все должны как бы всем нашим знакомым, друзьям, да, вот кто нас видит, сказать, что в этот день мы все должны выйти и проголосовать за то, чтобы его отстранить. Уволить. Потому что, да, уволить, потому что сам факт следствия, к сожалению, не освобождает нас, кишиневцев, от того, что мы в заложниках этого человека. Это самый важный момент на данный момент. Мы со стороны муниципального совета делаем все, что можем. Все, что в наших компетенциях, столь урезанных, да, после закона о муниципе кишинева. Но мы делаем все, что можем, принимаем все те решения, которые от нас требуются, в том числе, начиная от Цинцарен и Бу-Бу-Эч, то есть начиная от проблемы с мусором, да, которые мы где-то помогли и Цинцаренам, и Бу-Эчам, и как бы учитывая то, что и правительство вмешалось. Но, тем не менее, самое главное, это все-таки рыба гниет с головы. Самый главный, например, который сейчас как бы не работает, но, тем не менее, он держит все. Сейчас он гниет где-то в домашних условиях и продолжает держать. Держит весь всех в заложниках. Я что хотел добавить. То есть у нас проблема в Кишиневе, основная проблема в чем была? Что муниципальный совет принимал, последние два года принимал правильные решения, принимал правильные регламенты, либо там другие акты. Но внедрение этих всех новых актов, новых регламентов, вот это хромало. У нас просто не внедрялось это ничего. У нас именно примария, как исполнительный орган, не работала. И запустить вот эти все процессы. То есть мы можем принимать самые золотые решения, самые идеальные решения, которые соответствуют всем нормам. И кажется, что вот завтра люди почувствуют, что стало лучше. Но внедрение этих всех проектов именно воплощениях в жизнь, вот это у нас хромает. А за это отвечает исполнительная власть. И пока во главе этой исполнительной власти сидит человек, которого обвиняют по таким серьезным статьям, на которого написали явку с повинной высокопоставленные чиновники, его бывшие коллеги и друзья, то есть я вообще не понимаю, как можно его оставлять. Его надо срочно увольнять. Но учитывая то, что единственный способ его увольнять, это через референдум, поэтому референдум актуален, как сказал мой коллега, это очень актуально сегодня, мы должны идти до конца. К теме референдума мы вернемся буквально через несколько минут после рекламной паузы. Рекламная пауза в городской среде. Итак, снова в эфире программа «Городская среда». Говорим о работе муниципального совета. У нас в гостях муниципальный советник от партии социалистов Станислава Артаньяна и секретарь фракции партии социалистов в муниципальном совете Виталий Мукан. Мы буквально закончили, прервались несколько минут назад на теме референдума. И вот с этим, так сказать, вот в этом смысле есть такой вопрос. Какова судьба референдума? Уже отчасти что-то говорилось, о том, что сейчас переданы подписи на рассмотрение в суд. Но тем не менее, давайте еще раз отследим. Вот какова судьба референдума? Где сейчас находятся подписные листы и что будет дальше в процедуре? Очень просто. На прошлой неделе, насколько я помню, как раз когда мы были в Московском урбанистическом форуме, мы подали, инициативная группа подала документы, подписные листы в суд. Суд должен их валидировать и передать в ЦИК. ЦИК выдает нам добро на муниципальном совете назначение даты референдума. Поэтому тут все уже технические моменты, которые, по идее, я не вижу каких-то проблем, которые должны задержать. У суда есть по закону до 15 дней на принятие решения. Они истекают, я так понимаю, до конца этой недели. Плюс-минус один день. Понедельник или вторник. Поэтому я думаю, на следующей неделе, уже к началу следующей недели будет какая-то ясность и следующий этап референдума будет пройден. Чтобы наши зрители понимали, что референдум это не однодневная такая ситуация. Сегодня объявили, завтра делаем. Это многоступенчатый процесс, который нужно пройти. Мы поэтому проходим каждую ступень этого процесса очень тщательно, учитывая все законные нормы, чтобы никто, как говорится, комар носа не подточил. Чтобы везде все было проверено, все подписи, все было чисто и по закону. Чтобы никто даже не подумал, чтобы референдум как-то заполнил. Чтобы не вставлять шансы, для того, чтобы можно было пересмотреть результаты. Да, дело такое, что ждут его все, все Кишиневцы, вне зависимости от политической. Вопрос такого рода. Удастся ли совместить референдум по отставке Дарина Киртака с консультативным референдумом, объявленным президентом страны? Ну, это вопрос... Объявлено на 24-м. Потому что есть вопросы со сроками, совместимости, несовместимости. Есть, насколько я помню, еще подданное в Конституционный суд одной из парламентских фракций заявление и жалоб на вопрос о республиканском референдуме. То есть, это такой политический вопрос. И зависит от многих неизвестных. Поэтому сейчас хорошо бы в идеале, чтобы эти два референдума были в один день, 24 сентября, насколько я помню. Почему? Потому что это, во-первых, сохранит деньги в бюджету. Во-вторых, это решит вопрос, очень важный вопрос явки. Потому что для того, чтобы уволить Дарина Киртака, нужно, чтобы вышла и проголосовала против него на один человек, как минимум на один человек больше, чем проголосовала за него. А учитывая, что это не выборы, вопрос мотивации людей может быть немножко... То есть, надо будет нам всем кишневцам решать вопрос явки. То есть, одно дело, мы все критикуем, и нам не нравится, но другое дело, выделить время, пойти и проголосовать. Поэтому я только за, чтобы эти два референдума были совмещены. Не получится ли совместить? Ну, посмотрим, будем решать по ходу. Сегодня мои коллеги снимают репортаж, который в путь позвал звонок телезрителей из жителей домов, которые расположены возле Кишиневского международного аэропорта. позвонили и сообщили, что муниципальные власти складируют там сухие ветки на спортивной площадке. Причем, так сказать, интенсивно, массово. Вот в связи с этим вопросом. На прошлой неделе, буквально не так давно, в Кишине, произошли два пожара. В Прункул и в районе улицы Дойны горели сухие ветки, складированные, тоже так же собраны по городским улицам после апрельского снегопада. Муниципальные власти утверждают, что они не знают причины возгорания, почему вдруг сами ветки загорелись. Вот ваше мнение, возможно ли повторение этой ситуации и в других местах, с учетом того, что, в общем-то, город сегодня не выглядит убранным после вот этого апрельского снегопада. До сих пор еще можно встретить ветки, которые висят над головами кишиневцев. Есть места, где они складированы для последующего вывоза, но это длится уже неделями ожидания этого вывоза и непонятно, что будет дальше. Значит, по поводу складирования веток именно в возгорании, где произошло возгорание, это в районе Пронкул, там было, муниципальным советом было принято решение несколько месяцев назад, я уже не помню, значит, по поводу складирования отходов веток и тому подобное, строительного мусора там. мы были категорически против, мы предупреждали советников, что, уважаемые коллеги, ни в коем случае нельзя выделять землю в этом районе города. Второй вопрос, ветки нужно перерабатывать сразу, нельзя складывать ветки так, как они складируют на сегодняшний день. Нас не послушали, приняли решение и мы получили то, что получили. Мы им объясняли, что в том районе там есть роза ветров, которая сносит весь дым в город. Там неохраняемая территория, нужно огораживать территорию. То есть, есть много вопросов. Мы были там на месте, мы снимали с нашим коллегой Одинцовым, когда он готов репортаж по свалкам, мы были на той свалке, мы снимали это все. Мы предупреждали наших коллег, что будет возгорание, будет задымлен Кишинев, будут травиться горожане. Горожане нас не послушали. Есть пути решения вопросов, но для этого, еще раз, нужно запустить работу служб примарии на должном уровне. Сегодня все работают так, спустя рукава. Значит, складирование веток, во-первых, сбор веток по городу. Мы комиссии, от имени комиссии настояли, чтобы зеленое хозяйство разработало проект постановления и обязать муниципальные предприятия, такие как Апоканал и другие, у которых есть техническая возможность помочь в сборе веток, чтобы они подключились, устроить субботники. То есть, там был план мероприятий по сбору веток, потому что этот вопрос мы предупреждали еще через две недели после этих событий, когда они начали складировать ветки, мы сразу забили тревогу, что, ребята, придет лето, эти ветки высохнут, и это будут очаги возгорания, это будет опасно для жителей. Но имеем то, что имеем, на сегодняшний день мы провели встречи и с зеленым хозяйством, и с управлением ЖКХ, то есть мы, опять же, обращаем их внимание, что нужно эту проблему решать и как можно быстрее. я думаю, что следующий вопрос не думаю, а следующий вопрос повестки дня, который на вторник, посмотрим, как там, именно по устранению, да, именно проект постановления по устранению, что нужно, какие мероприятия нужно предпринять. На этой неделе, я думаю, что мы проведем еще одно заседание комиссии, либо вызовем начальников управления, примем все-таки решение, что же, что делать и на следующей неделе, думаю, что... Ситуация с ветками это еще раз подтверждение того, что в городе нет хозяина, в городе нет менеджера, в городе процессы идут хаотично, на авось, и мы видим, что ситуация с ветками, она действительно не сейчас, я вот на правах даже рекламы могу, зрителей, кто хочет проверить, зайти на блог господина Одинцова, который, по-моему, в начале марта опубликовал большую статью, где цитировал главу комиссии ЖКХ господина Комарова о том, что там и роза ветров, и опасность, и там он указывал и писал о том, что складирование там на прункул опасно, потому что есть большой риск возгорания. Мы об этом говорили на заседании муниципального совета. Нас слышали представители муниципальных служб, нас слышали представители исполнительной власти, нас слышали, уверен, и вице-примары, и примар, тем не менее, нас не послушали. В итоге, имеем, что имеем. Это еще раз подтверждает то, что город живет без а. планирования, б. менеджмента, муниципальные службы, ц. какого-то видения текущей оперативной ситуации. Что я хотел добавить, чтобы и зрители поняли, мы муниципальный совет, мы законодательная власть. И так мы как-то пытаемся направлять в правильное русло муниципальной службы, но это прерогатива исключительно исполнительной власти. Мы не можем 18 советников заменить исполнительную власть, мы не можем заменить аппарат примарии, мы не можем делать за них работу. Второй вопрос, что они не подчиняются напрямую к нам. То есть, после принятия закона о статусе муниципии Кишинел нас оградили от этих муниципальных служб и от этих муниципальных предприятий. Они напрямую подчиняются примару. Да, просто мы приходится доказывать им, приходится приводить какие-то доводы. И они, понимая, что мы правы и уже вынуждены что-то делать, но это не больше. Мы не имеем рычагов давления, рычагов управления исполнительной власти. При том, что когда примар говорит, что мы якобы бойкотируем его работу, он указывает, что мы не даем ему осуществлять те проекты, в которых очень большая коррупционная составляющая. И, собственно говоря, и примар, и господин Гомрецкий, бывший глава управления дорог, они рьяно в течение полутора-двух лет продвигали проект по парковкам Park Light System. И когда примар говорит, что я не знал о том, что контакт был подписан, ну, послушайте, он просто плюет в лицо, ладно, те люди, которые за него не голосовали, они и так знают, что он немножко треплой, немножко лжец, но он немножко не уважает даже своих, тех голосов, которые вы голосовали за него. То есть он считает всех за идиотов. И приходит в муниципальный совет, когда ему нужны деньги, когда ему нужно одобрять проекты, многомиллионные инвестиции, деньги, кредиты и так далее. Ну или когда нужно одобрять проекты типа вот трех миллионов недостающих на Штефан Чалмаре, из которых шестая часть 500 тысяч евро уходит, должна уйти консультантам, потому что консультантам уже выплатили всю сумму до сегодняшнего дня, а им еще должны деньги. То есть, ну, это знаменитая оплата консультантов по тысяче долларов или евро за месяц, когда мы консультант... Они говорят, а мы давали вот этим. То есть, консультантам платят Гомрецкий, Гомрецкий платит консультантам, консультанты отчитываются к Гомрецкому. Мы здесь ни при чем, но нам, к нам приходит, когда нужно больше денег для Гомрецкого, чтобы он дал консультанту. То есть, понимаете, в чем абсурд ситуации. Люди растрачивают деньги, которые приходят в качестве кредитов, которые придется выплачивать нам, каждому кишиневцу, вне зависимости от того, голосовал ли Кишиневец за Киртуак или нет. Но никто не хочет отчитываться за эти деньги. Ну и проект с парковками это просто апофеоз наглости. Как человек хотел... По проектам это отдельная тема. И мы всегда выступали... То есть, нас позиционировал Киртуак в первую очередь и начальники управления, которые основная часть сейчас там под следствием. Значит, они нас позиционировали, что мы всегда против. Мы приходили с доводами и объясняли, что этот проект... Вот идея хорошая. Самое обидное это то, что они брали отличные идеи, правильные, нужные идеи для Кишинева и просто уничтожали их. И вот это больно, это обидно. Потому что они убили идею восстановления центрального бульвара Кишинева. За это, я не знаю, не то что судить, за это их надо расстреливать. Не превратили его в долгострой, в кудение. Расстреливать не надо. Ну, серьезно. Но судить по строгости закона и принимать какие-то решения нужно. Мне кажется, заставить их просто там вручную все это сделать. Да, потому что качество ремонта вообще никакое. То есть коррупционная составляющая огромная. Нарушений множество и начиная от тендера и заканчивая суп-подрядами, которые там производились. Другой проект, который проголосовали наши коллеги по энергоэффективности. И в этой студии мы поднимали вопрос, что идея отличная, правильная, нужная, но опять же внедрение этого проекта неправильное по этим, этим и этим пунктам. Элементарно нужно было просто прислушаться к тому, что мы говорили, исправить эти пункты и тогда эта идея пошла. К чему мы пришли? Он подписал контракт 6 декабря 2016 года. Прошло полгода этот проект не сдвинулся с мертвой точки. Он не внедряется, потому что он неправильный. Его невозможно внедрять. Деньги, вот вопрос, деньги уже. Деньги, но то, что мы платим сейчас 2,5 тысячи евро в месяц пеню, это мы уже платим из муниципального бюджета. И вот так все проекты, понимаете или нет? Они приходят с хорошей идеей и дайте нам денег. То есть деньги утекают, часть денег утекает, как пеня, штрафы, либо отчет за проценты. Часть денег утекает на расходы, которые уходят куда-то налево. И в итоге мы видим, мы имеем бюджет с огромными дырами. В этом году бюджет, дыра бюджета была более 500 миллионов леев. и Киртуака не говорит нам откуда уходят деньги, откуда она образовалась, сколько нам нужно будет платить за кредиты. И в этом вся проблема, что многие люди не вдаются в подробности, не знают, что им придется оплачивать прихоти и воровство Киртуака и его команда еще многие годы вперед. Он-то уйдет, Киртуака сядет, либо убежит в Румынию, или куда-то, его команда уйдет, часть из них сядет, часть убежит, но деньги-то останутся, кредиты останутся, упущенные возможности останутся. 10 лет как можно было превратить из города, из Кишинева, вернуть хотя бы ту былую значимость, былую красоту, былое, как называли, белый камень. 10 лет же ушли, и что мы имеем по истечении 10 лет? Мы имеем точную застройку, мы имеем неразвитую инфраструктуру за пределами, то есть все внутри города, мы имеем кучу построенных заправок, мы имеем раскромсанные, искромсали все парки, внутри парка понастроили различные объекты и продолжают строить. Мы имеем обветшалую инфраструктуру, обветшалые детские площадки, страшные аттракционы, в которых люди падают, мы имеем страшные инциденты, такие как Лосуакра, мы имеем не то, что проблему базара не сделали, а, к примеру, улица Армянская, вообще на ней пройтись уже нельзя, если еще лет 5 можно было пройти, сейчас там все уже забито, и так далее, то есть это можно продолжать. Ну вот, как можно было бы еще, давайте и об этом поговорим, как можно было бы сделать город наш красивым, я знаю, что вы побывали недавно на Московском урбанистическом фестивале, форуме, форуме, да, я прошу прощения, и... Ну, в его рангах были, можно сказать, фестивали, да, то есть, но мы были больше на деловой части. Я думаю, что вы познакомились с различными моделями развития, так сказать, муниципальной жизни, и об этом давайте поговорим буквально через некоторую, через короткую паузу. Рекламная пауза в городской среде. Итак, снова в эфире программа «Городская среда». Продолжим обсуждать проблемы кишиневцев. Вы побывали, напомню, на Московском урбанистическом форуме. Если можно, время поджимает. Коротко, главное, что удалось подсмотреть, увидеть, с чем удалось познакомиться? Ну, урбанистический форум это такой конгломерат интересных идей и проектов со всего мира. Там было около несколько тысяч участников из 60, по-моему, городов, планеты. Самые лучшие решения. Безусловно, очень интересное мероприятие. У нас была большая делегация из всех комиссий. Если говорить коротко, мы прошлись по максимальному количеству сессий. Набрались контактов, набрались идеи, набрались и брошюр, и различных проектов. Но, самое главное для нас, кроме самого форума, нам были организованы нашими российскими коллегами встречи в Государственной Думе Российской Федерации и в Мосгордуме. Мы встречались с главой Мосгордумы, а также с группой депутатов Московской Государственной Думы, то есть это аналог Муниципального Совета. Мы вышли на понимание о том, что будем сотрудничать, Муниципальный Совет и Московская Государственная Дума. Также мы вышли на понимание, что мы будем ожидать и делегацию Мосгордумы в Кишиневе в ближайшее время, в ближайшие месяцы. Также мы будем сотрудничать по стратегическим направлениям, начиная от генерального плана развития Кишинева. Кстати, в советское же время еще и московские НИИ, которые сейчас разрабатывают генпланы Москвы и мегапроекты, они также участвовали в мы будем привлекать лучшие российские умы в градостроительстве, мы будем привлекать их опыт не только Москвы, но и других городов, которые более сопоставимы по численности и размерам, там и Казань, и другие города-миллионники. Поэтому это такое начало интересного большого сотрудничества, которое, я уверен, привнесет очень большое, свежее, но очень мощное дыхание к нашей экспертной оценке и к реальным проектам, которые мы будем внедрять как на уровне стратегических документов, которые, я уверен, будут поддержаны, мы будем обсуждать с нашими коллегами по муниципальному совету, так и на уровне конкретных проектов, начиная от поддержки в закупке оборудования для муниципальных больниц, заканчивая тем же самым и троллейбусными парками и автобусными. Я вот знаю, Виталий подтвердит, вы вроде закупаете Беларусь, отлично, а почему у нас тоже не закупаете? У нас тоже есть хорошие и интересные предложения по троллейбусам и по автобусам. Поэтому мы будем расширять наши такие ареалы и рынки, где мы сможем сотрудничать с лицами. И что я еще хотел добавить, немножко, как говорится, ложку меда в бочку с дегтем. То есть у нас есть понимание, как Кишинев, как город должен развиваться дальше. У нас есть по конкретным направлениям ясная картина, что нужно делать в ближайшие и кратчайшие сроки. То есть это начиная от развития транспорта, где должно быть введено, к примеру, и день на тикетирование, единый GPS-центр, чтобы человек пришел на остановку, он знал, через сколько придет транспорт, и заканчивая сферами ЖКХ, где нужны срочные реформы, потому что сейчас мы знаем ситуацию с ЖКХ и с этими всеми проблемами. И с развитием инфраструктуры, дорог в городе, тротуаров, общественных мест, приоритеты, какие должны отдаваться, как должны развиваться та же улица Штефан-Чалмария, как должны быть развязки. То есть у нас есть понимание развития города. И почему важен был этот форум в Москве? Потому что у нас было понимание, но более как-то в рамках нашего Кишинева. Но то, что мы увидели там, это расширило наши взгляды. Последнее, буквально на веселом ноте что добавить, мы видели проекты, которые показывались в Москве с различных городов, в том числе и Москвы, и городов России. И просто некоторые просто завораживали, насколько они далеко ушли в некоторых градостроительных проектах. И вот когда мы с коллегами говорили, с фракцией, мы говорим, вот классно здесь. И кто-то в ответ говорит, ну это все так классно, но как бы нашему мэру хотя бы разметку на Штефана сделали. То есть вот насколько, чтобы мы понимали, насколько мы отстали, что у нас разметка на главной улице страны, разметки уже несколько месяцев нет. О каком вообще развитии и урбанизме можете речь с этим мэром? Слава Богу, хоть асфальт какой-то накатали. Помните, ездили по этим улицам, общественный транспорт гремит, спасибо за сегодняшний разговор. Будем и дальше следить за тем, что происходит в муниципальном совете и приглашать вас в нашу студию. Спасибо. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях были муниципальные советники от партии социалистов Станислав Артанян и Виталий Мукан. Следите за эфирами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова